Возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Жигалова продолжается. На данный момент выполнено порядка 70 процентов работ. Контролирует строительство образовательного учреждения, в том числе на местном уровне. Так, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провел выездное совещание на объекте с депутатами городского округа фракции «Единая Россия» и сотрудниками администрации. Осмотрели территорию, а также помещение школы в Жигалове. На строительной площадке работают 120 человек. Задействовано 8 единиц техники. Выполняются фасадные и внутренние отделочные работы, установленные инженерные коммуникации на этапе завершения работы по наружным ливневым системам. До конца года планируем завершить благоустройство, внутренние отделочные работы и начнем завозить оборудование по 2-3 месяца. По строкам строительства задержек нет? Нет, нет, все по плану. Началось строительство и школы на улице Шмидта. Корпус олицея номер 7. Возведением образовательного учреждения на 275 мест занимается компания «Оптимум». Депутаты проверили и ход строительства нового корпуса школы номер 11 в микрорайоне Нечкаловский. Здесь мы прошли череду судебных разбирателей с Министерством обороны. Нужно было судебное решение. Мы его добились и с опозданием, но школа начала строиться и, думаю, в следующем году мы этот объект должны завершить. Генподрядчик компании МЭС приступил к возведению учреждения на 550 мест летом этого года. Стройка идет полным ходом. В данный момент на объекте трудится порядка 60 человек и уже практически завершены работы по возведению фундамента. Открытие всех школ, ход строительства которых проверили депутаты, очень ждут в первую очередь жителей округа. Ведь новые образовательные учреждения помогут в решении вопроса ликвидации второй смены. Мы такие выездные мероприятия с местными депутатами стараемся делать регулярно. Для того, чтобы не технические вопросы решать, мы здесь преследуем цель а график исполнения, то есть планы. Они жесткие. Почему? Потому что эти школы действительно нужны. И будем так говорить, архиважно, чтобы мы их построили. Сроки, которые запланированы. Второе, конечно, вопрос финансирования. В основном это финансирование областное со финансированием местным. Две из этих школ являются национальным проектом. Участники выездного совещания отметили, что и в дальнейшем процесс строительства объектов местные власти будут держать на контроле. Анна Балиет, Валерий Жеглещ, Оковское телевидение.